Мы жители Октябрьской, 75. Вчера вечером снимали одежду. У нас балконы находятся в аварийном состоянии. Мы вешаем там постоянно одежду. Мы вчера пошли с соседкой со своей снимать белье. Это было в восьмом часу вечера. У нас стоял на периле, ждал нас мальчик. Он нечаянно у нас балкон обваливается, что мы не ожидали. Ребенок падает до торса. Хорошо, что мы увидели вовремя, не поняли, потому что все это в ситуации. Мы схватили его за руку, вытащили. Мы были, конечно, все в шоке. Слава Богу, что он остался жив. Примите, пожалуйста, меры. Что-то надо с этим делать. У нас все-таки дома дети очень много, которые куплены, нормальные семьи. Не все, как говорится, живут тут плохо. Хочу обратиться к администрации. Вот вчера у меня ребенок чуть, я говорю, у нас не парализовало. Вчера с четвертого этажа с балкона не улетел. Спасибо за руки. Я говорю, повесили, он ногу ободрался и все, штаны порвал. Я говорю, это благо, что вот на руках вот спился. А себя бы ребенка, я говорю, хранить пришлось бы. И никаких мер уже. Уже, поглядите, я говорю, скажу, лан там один, пятый этаж, четвертый этаж, третий этаж, второй лопины. Вы, зайти невозможно. Это что-то вообще, никому ничего не нужно. Только кварплату хорошо брать за все. За общежитие, как говорится, никаких условий. А дерут как за хорошую квартиру. Это давай. Или придут, там все подключат. Вы примите меры, пожалуйста. Потому что так дело не пойдет, пока трагедия не случилась. У всех дети. Да, у всех дети. За всеми уследить нельзя. Это лан он большой, а за детьми маленькими они выбегают в коридор. Ведь у нас все общее. Администрация Донского, я прошу принять меры, так как у нас бегают все-таки дети. Мы купили все-таки квартиры. Не все тут, как говорится, живут плохие люди. У нас бегают все-таки дети. Мы за них переживаем. По балкону выходят. Остановить мы детей не можем. Вы сами понимаете, что такое дети. Примите меры, в конце концов. Примите меры.